всех привет уважаемые друзья сегодня делаем ремонт мкпп на вас 2112 вылетают первая передача иногда 2 вообще почти что не держится вылетает 1 2 короче делаем ремонт ну что сделали сняли коробку но и нету значит снял коробку вытащил стойку демонтировал мы также убрал саблю для того чтобы сильно не поднимать машину вот эту продольную тягу тоже демонтировал ну вот снятая коробка значит сейчас по периметру будем болтики откручивать здесь значит было две шестерни стопоренные гайками гайки растопорили открутили шестерни сняли доставать все внутренности смотреть первую вторую передачу синхронизаторы шестерни подшипники там пружинки шарики нужно еще вытащить откручиваем у меня магнит не вытаскивали значит вытаскиваем пружинки шарики пусть туда падают шарики так я еще забыл видимо нужно вот эту шайбу нужно снимать откручивают эти пять четыре болта снимать шайбу потому что начинаю поднимать она идет вместе с валами нужно освобождать значит подшипники сейчас снимаем откручиваем подшипники при помощи вот такой отвертки ударной что мы видим здесь подшипники застопоренные снимаем пластину снимаем с топора и потом это все вот это вот потом поднимаем значит так делаем вот что мы видим здесь какой-то стопор обломан вот здесь стружка золотая стружка это синхронизатором а это роза и какой-то ступор поломанный вот он прилиплый на магните настолько стружки откуда вот это вот стопор это нам нужно будет разбираться значит этот стопор что он стопор визуально смотрим штоки вытаскивать штуки вытаскивать здесь видно что синхронизатор первой передачи изношен второй передачи синхрон тоже изношен тоже под замену ну вот третий четвертый здесь здесь нормально значит первую вторую шестерни первой второй шестерни меняем передачи муфту вот эту вот эти две шестеренки чтобы уже наверняка не париться вот купил вот такой вот съемник подточил вот здесь вот сточил чтобы сюда вот он захват зашел он был где-то 3 миллиметра здесь было где-то 3 миллиметра здесь было ну и вот таким макаром стягиваем это внутреннее обойна подшипника игольчатого 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 снимаем ее вот он это внутреннее обойма подшипника подшипник тоже под замену потому что что-то тут вот покоцанное есть тоже поменяю подшипник и 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 вот видно что здесь шестерни вот здесь вот эти вот выступы сбиты поэтому шестеренка тоже под замену синхронизатор тоже очень сильно изношен тоже менять в общем вот такие вот дела так здесь у нас что у нас здесь у нас муфта вот походу достопориться стопорным кольцом у нас будет растопорить короче меняем значит эту шестерню вот эту вот шестерню муфту и шестерню второй передачи двумя вот такими синхронами это все меняется вылетает первая вторая значит причина в синхронизаторах в шестернях и возможно муфта поехал покупать новые и почистили помыли коробку вот у нас валы готовы дифференкал это вот шестерня задней скорости с валом значит все это сейчас будем ставить на место в первую очередь что делаем так ну если вы снимали значит ставите механизм выбора переключения передач вот если снимали значит ставите потом здесь шток ходит нужно чтобы на штоке сидит там рычаг чтобы рычаг попал в прорезь коромысла ну вот сейчас он попал вот так вот ставите в это положение у нас получается коромысла вот эти они ровно стоят так что делаем ставим дифференциал ставим сначала вот так вот установили следующее что будем ставить это обои валы будем ставить значит берем первичный вал и берем вторичный вал и берем так вот вставляем там чтобы вторичный вал маслосборник там надо чтобы он попал надо чтобы он попал так немного не получается попасть а вот попали теперь первичный вал теперь ставим так а вторичный не зайдет здесь у нас кольцо его придется немножко приподнимать вот 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 как то так значит поставили валы первичный вторичный сначала дифференциал потом валы воткнули дальше ставим шестерню заднего хода вот этой вот проточкой и вниз ставим так вот поставили значит шестерню заднего хода заднего хода потом втыкаем вал находим его положение где-то в отверстии вот все вал зашел вот у нас коробка собрана мажем герметиком наносим герметик значит по окружности тонкий тонкий слой так моем крышку и закрываем потом мы будем ставить пятую передачу стопорить здесь вот кольцами я вам покажу попозже чуть сейчас буду мазать герметиком и одевать крышку так пивной продолжается бой разбирал коробку ВАЗ-2112 делал дефектовку детали в общем вылетала первая вторая скорость вот разобрал собрал почему я делаю такой обзор я не буду вам показывать как откручивать каждый болт я думаю здесь ничего сложного нету разобрать и собрать ее как крутить гайки я не показываю потому что человек со средним так сказать знаниями может это все сделать разобрать и собрать ну один нюанс как разобрать и собрать вот это вот да нужно собрать правильно потому что если вы соберете ее неправильно это такой вот геморрой ее ставить и снимать это ужас поэтому чтобы сделать все правильно я хочу вам рассказать на что нужно обратить внимание значит вот я ее собрал уже осталось поставить вот верхнюю крышку поставить ну хочу рассказать на что нужно обратить внимание при сборке ну во первых у меня вылетала как я вам говорил первая вторая скорость значит если у вас например вылетает первая вторая там третья четвертая там или просто одна пятая значит нужно именно на эти шестерни и синхронизаторы обратить внимание вот у меня здесь значит шестерня первая передача первая вылетала шестерня первой передачи это скользящая муфта между первой и второй передачи и это вот шестерня с синхронизатором второй передачи ну так же пошел под замену подшипник вторичного вала здесь значит еще у меня ну тут может быть будет видно вот вот косяки здесь внутренняя обойма покоцанная почему-то не знаю почему но покоцанная в общем поменял я его ну вот хочу еще раз обратить ваше внимание вот снял я эти шестеренки в чем здесь может быть подвох ну во первых если взять одеть вот синхронизатор на шестерню вот демонстрирую первой передачи шестерня здесь вот должен быть зазор между синхронизатором и шестерней должен быть зазор зазора вообще никакого нету она сидит просто глухо значит у меня синхронизаторы нового образца с тремя отливами есть синхронизаторы у которых шесть отливов вот это вот маленькие отливы такие а есть еще и большие отливы то есть вот по этому периметру еще три отлива они куда помещаются чтобы правильно поставить муфту а да вот еще не сказал зубья на этом синхронизаторе ну в общем изношены но не очень сильно но я все-таки заменил его потому что на этой шестерне здесь видно что в одну сторону сбиты вот эти вот вот эти вот зубцы сбиты в одну сторону поэтому шестерню менял меняю и заодно этот же синхронизатор но синхронизаторы тоже сбиты поэтому заменил значит муфта на муфте установлены вот такие вот сухарики вот они с пружинками и пружинка вот и шарик вставляется не вот так чтобы правильно собрать значит вот эту пару муфта первая шестеренка значит ставится она как вот эта шестерня ставится вот этим вот этим пазом ко второй шестерне этими зубцами первой значит вот так вот она одевается вот так одевается и вот эти вот вот эти вот отливы они должны попасть вот в эти отверстия где шарик с пружинкой я вам наглядно просто покажу вот так вот установлены эти сухарики вот сухарик установлен и нужно синхронизатор поставить так чтобы вот этот вот отлив на синхронизаторе он попал на этот сухарик вот так вот так ну чтобы все три они попали на этот сухарик вот именно вот этот если вы поставите ее как-то по-другому значит скорость просто-напросто не будет включаться ставится значит таким образом вот вот этим выступом вот этим выступом малым выступом она ставится шестеренки шестеренки первой передачи вот шестереня первой передачи ну здесь то же самое здесь зазера вообще нету между шестеренками и синхронизатором сам синхронизатор изношен сильно также сбиты в одну сторону сбиты вот здесь вот зубчики поэтому шестерня под замену синхронизатор тоже ставится этот синхронизатор тоже также вот этими вот отливами этими отливами ставится сухарям вот так и потом потом одевается шестерня это все делается на валу собрали поставили все собрали как нужно и потом прикручиваете одеваете коробку закручиваете все гайки главное чтобы ничего не забыть когда делаете сборку я советую просто расстелить все вот это вот хозяйство чтобы когда вы подходите к концу сборки что у вас ничего лишнего но у меня вот осталось остались гайки гайки это верхние крышки вот это и вот так ну про синхронизатор вам рассказал как их собрать как чтобы не перепутать и чтобы включалась включали все скорости и собрать вот так нужно еще один момент сборка 5 передачи вот она под этой крышкой самая первая крышка это это мусто 5 передачи значит чем здесь кроется секрет вот эти вот выступы три выступа нужно поставить их также как вот синхронизаторы я вам показывал вот эти три выступа ставится на сухарики если вы поставите их просто вот эти вот промежутки дверки да то вас 5 просто она выскочит вот так и все она потом включаться не будет поэтому обязательно нужно вот эти вот лучи вот этой шестерни установить на сухарики закрутить гайки за контрагает их закрутить винтик вот этой вот на вал вот этой вилки и все одеваем крышку коробка готова к установки ну вот в общем в общем вот такие вот нюансы при разборке и сборке коробки перед после сборки кпп я специально не одел верхнюю вот эту вот крышку не одел чтобы показать вам как проверить коробку передач включается ли 6 самой передачи или нет потому что другу что-то не так сделали поставили коробку они вдруг там получают что не включается это будет неприятно короче опять снимать опять разбирать и опять искать причину почему он не включается значит я буду а вот этот вал их включать выключать и на что будем обращать внимание у меня еще не закручено так ну в общем будем обращать внимание на вот эти вот вот эти вот валы когда включается значит у нас как мы знаем что когда мы сидим в автомобиле задняя скорость включается влево и вперед 5 справа и вперед что мы будем делать и с этой коробкой передачи и будем обращать внимание на вот этот вот этот шестерня 5 передачи вот ее вал ну начнем с нее с 5 передачи значит ищем примерно ну вот нейтральное положение где-то отводим отводим справа вот включилась включилась пятая передачи до рукой неудобно включать приходится много усилия прикладывать вот смотрим я выключаю просто дергаю сток дергаю и она выключается вот смотрим и выключаю значит пятая у нас включается ну заднюю можно определить включается или нет по по другому штоку заднюю не видно короче задние дамы здесь просто по щелчку по щелчку мы выключаем сюда вот ее до упора и вперед что я сейчас и делаем все задняя у нас включилась выключаем задняя включается 5 включается теперь значит вот эти валы это вал первой передачи 1 2 это 3 и 4 значит ну 3 4 просто просто значит смотрим на вот этот вал вперед двигаем сток вперед вот смотрите и сток уходит вот это вал вот он это вал значит 3 4 передачи вот этот средний вал это 1 2 включать сейчас будем обращать внимание вот на этот вал средний и будем вперед и назад это 4 включилась делаю вперед это 3 смотрим на сам шток зелененьким подкрашен включаю 3 утопил нейтралку включая 4 включился теперь нам нужно поймать первую вторую первую вторую значит вот этот вал будет включать вот такую муфту скользящую и переключать на первую вторую здесь рычагность нам надо немножко его против часовой против часовой ну то есть трудновато поймать ну можно поймать немножко его против часовой и вперед это будет первое вот первый включил шток ушел в общем включается включилась вторая вот и проверили включение передач все включаются можно собирать и ставить всем кто смотрел большое спасибо успехов всем не ломайтесь ремонтируйте хорошо ставьте лайки подписываетесь всем до свидания